Активизировать коллективные усилия для развития эпидемиологической безопасности предложил сегодня Касанжумар Тукаев. Он встретился с главами делегаций, которые участвуют в работе шестого заседания Совета министров иностранных дел, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Наравне с этой важной задачей нужно оперативно решать и другие, которые могут стать угрозой продовольственной и водной безопасности. Подробности у Ирины Панфиловой. Пришло время, когда обстановка снова позволяет обсуждать важные вопросы с глазу на глаз. За годы работы совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, созданное по инициативе первого президента Казахстана, доказало свою эффективность. Сейчас ставится цель трансформировать международную структуру в стратегическую организацию – азиатский аналог ОБСЕ. Предлагаемая трансформация подчеркнет новую роль Азии в глобальных делах. Этот шаг также подтвердит приверженность государств-членов созданию действительно общей, неделимой и всеобъемлющей архитектуры безопасности на крупнейшем континенте. Я считаю для себя большой честью выдвинуть кандидатуру основателя СВМДА, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, на пост главы Совета Мудрецов. Президент Токаев анонсировал заявку Казахстана на новый срок председательства в совещании по взаимодействию мерам доверия в Азии на 22-24 годы, отметив, что стратегическая обстановка меняется и азиатский континент превращается в главное поле геополитической битвы. Убежден, что 21 век действительно будет принадлежать Азии. Если мы сможем выработать действительно единый и конструктивный подход, примем на себя большую ответственность и обязательства. В этой связи, как никогда прежде, мы возлагаем наши надежды на совещание. Как и прежде, в приоритете укрепления доверия и предотвращения конфликтов. А с учетом последних событий, особое внимание необходимо уделить обстановке в Афганистане и вокруг него. Я убежден, что мы не должны оставлять народ Афганистана в этот переломный момент. Пять государств Центральной Азии в особенности заинтересованы в возвращении Афганистана в прежнее русло. Призыв Казахстана прост и ясен. Мы стремимся к большой выгоде, а не к большой игре в сердце Азии. Пандемия продолжается. Пока метод борьбы с опасным вирусом один – массовая вакцинация. Казахстан, как и раньше, готов поделиться Казва к вакциной собственного производства. В целом, что касается эпидбезопасности, нужно ей противостоять единым фронтом, считает Тукаев. К слову, несмотря на трудности, которые пришли с пандемией, она может также открыть новые возможности для укрепления роли Азии в мире. Наш регион уже является глобальным центром притяжения. Здесь сосредоточено 60% населения мира и около 40% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. На континенте действуют такие мощные экономические образования организаций, как Евразийский экономический союз, АСИАН, АТЭС и всестороннее региональное экономическое партнерство. Для повышения устойчивости наших экономик СМДА, на мой взгляд, предстоит обратить особое внимание на сотрудничество с этими организациями. А еще важно и дальше развивать транспортные коридоры. Широкие возможности открывают долгосрочные инвестиции в континентальные инфраструктурные проекты. Актуальными остаются и вопросы климата. Сегодня на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходится больше 40% мировых стихийных бедствий, из-за которых сильно страдают люди. Кроме того, экстремальные погодные условия наносят ущерб и представляют реальную угрозу продовольственной и водной безопасности Азии и Ближнего Востока. Казахстан, как активный участник глобальных цепочек поставок продуктов, питания, а также инициатор создания Исламской организации по продовольственной безопасности, полагает, что эти вопросы должны занимать приоритетное место в повестке СМДА. Заинтересован Казахстан в углублении технологического партнерства со странами-членами совещания. Это позволит нивелировать новые риски, заявил Токаев. Мы приветствуем итоги финансового саммита СМДА. Сегодня Казахстан становится одним из важных игроков финансового рынка на евразийском пространстве. Хотел бы отметить Международный финансовый центр Астана. Сегодня он является динамичной финансовой площадкой, сочетающей лучший опыт мировых институтов и использующей новейшие инструменты на основе английского права. Приглашая партнеров по СМДА активно использовать возможности Международного финансового центра Астана. Участники встречи отметили усилия казахстанской стороны по продвижению сотрудничества в формате совещания. Казахстан действительно предпринимает серьезные шаги по оптимизации внутренних процессов СМДА, по укреплению конкретной прикладной кооперации по широкому спектру направлений и по поиску путей дальнейшей эволюции нашего объединения. И безусловно мы приветствуем решение Казахстана баллотироваться на пост председателя СМДА на очередные три года. Мы убеждены, что это будет хорошая трехлетка. В следующем году в Казахстане состоится шестой саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Тогда будет определён курс новой Азии в новом мире. А пока приоритетной задачей для всех участников СМДА остаётся создание процветающего региона, который будет более безопасным и устойчивым. Ирина Панфилова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24.